Армения использует террор как рычаг для достижения своих националистических целей, считает эксперт Центра анализа международных отношений Азербайджана Фуад Чирагов. Комментируя информацию о том, что Армения приступает в отношения Азербайджана к гибридной и асимметричной войне, аналитик подчеркивает необходимость принятия срочных мер для пресечения умышленных преступлений. Армянские вооруженные силы всегда нарушали все этические нормы, гуманитарные нормы. Это с первых дней боевых столкновений с 90-х годов, когда мы видели, они убивали массово женщин, стариков, детей, безвинных людей. Когда они устраивали террористический акт в Баку и разных городах транспортных сообщений. Вот это показывает их моральный облик, как они относятся к людям. Вместе с тем эксперт с сожалением напоминает, что Армения продолжает совершать военные преступления в отношения мирных граждан Азербайджана. Гянджа и Барда подверглись ракетным ударам. Атаки совершались преимущественно ночью. Фуат Чарагов сравнивает уничтожение мирных жителей с геноцидом в Ходжалы, который армянские бандформирования совершили в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Хребет армянской армии уже сломлен. Ту славную оборону, линию обороны, которую они хвалили 30 лет, которую строили, не знаю, сколько миллиардов долларов, бог знает, они туда вложили. Это уничтожен. То объем вооружения, который они напичклили на эту маленькую территорию, с этим вооружением можно было бы, не знаю, вооружить среднюю какую-то страну, как Болгарию, Румунию даже. То, что они потеряли на поле боя. А если вот так посмотреть, столько экономических ресурсов, они просто в пустую растратили. И человеческих ресурсов они просто в пустую растратили. Учитывая вышесказанное, Фуат Чарагов называет действия Еревана глупым упрямством. По словам аналитика, руководству Армении необходимо смириться с реальностью и тем самым ограничить объем возможных плачевных последствий. В противном случае Армению ждет политический и экономический крах.